здравствуйте друзья добрый вечер солнышко светит но это потому что еще не так поздно вот 7 40 7 40 вечера по местному по калифорнийскому вот еще солнышко и еду я домой после трудового дня давайте вам расскажу что у нас на этой неделе я только что снял сюжетит с леной это наш новый офис менеджер ну если она так часто в процессе то есть старая старый предыдущий офис менеджер тоже лена передает дела новому будущему офис менеджер лене вот они так как-то в таком процессе я снял с ней сюжетик как она первый день на работе вот вы посмотрите дальше что дальше сегодня вот среда вот я иду сейчас среда вечер а в четверг у меня будет завтра у меня будет урок группа новая начинается вечерняя соответственно первый урок я всегда веду если если только вот возможность бывает что нет такой возможности так вообще я всегда веду и это с 7 до 11 вечера 7 до 11 вечера после чего я отправлюсь домой но где-нибудь допустим к пол двенадцатому я дома где-нибудь так до часу ночи может быть 10 четверти час ночи значит мы там будем приводить меня в чувство дома после чего мы отправляемся со сметланой в аэропорт международные города сан-франциско и будем встречать там валерию она же лера она же новый педагог я надо сказать обыскался педагога вот для школы на самом деле это началось не тогда когда у нас из трех педагогов осталось два это началось задолго до того потому что я все время пытался найти мне не очень получалось ну то есть совсем не получал и обычно какие проблемы если так чек помоложе и поэнергичнее так у нее все хорошо а ему и как бы на работе нормальный денег больше в общем то мы мы конечно мы не не софтверная компания мы не можем платить столько там действующему тестировщику который при этом еще как бы любит преподавать но дальше начинается альтернативой как бы этому являются люди постарше которые может быть устали может быть ну как-то я не знаю трудно иногда бывает с молодняком там соревноваться вот и они думают может быть что-то такое менее стрессовое с точки зрения вот как бы гонки там за релизами и так далее но вот как-то мне не не очень удавалось то есть у нас есть вот такие люди у нас у нас три человека такие есть очень классные все замечательные и так далее но но это сложно очень такого человека найти то что бывает что он постарше но как бы ему как бы отдохнуть хочется пойти а у нас надо напрягаться у нас действительно очень очень напряженный процесс он может быть не такой стрессовый как там в компании где тебя долбают там много уровней менеджмента над тобой и все такое у нас как бы так между собой такой домашняя обстановка но все таки да у нас конечно свободный график у нас а три недели в году отпуском ну так как бы комфортно но все таки да и вот озабоченный значит зашел я в skype эта история о том как вообще на свете бывает зашел я в skype что-то я так смотрю человек пишет горит вот я там девочка молоденькая там вот я хотела поискать работу в европе где-то уж я уже тут работаю в москве но вот хотела бы в европе поискать вот не гляньте ли вы на моё резюме может быть там что-то присоветуете я смотрю резюме и чем больше я смотрю на это резюме тем больше я понимаю что такая такая девочка сам мне нужно лично вот в школу вот это буквально то что я хочу но если что молоденькая конечно вот но с другой стороны она молоденькая на другой стороны за рубежом понимаете то есть тут как бы получается мне есть что предложить вот кроме вот чего-то да потом понятно что скажем когда девочка молоденькая понятно что нет задачи такой у нее и у нас нет держать этот 10 лет у нас мариновать конечно поработает пару лет пойдет в индустрию там чё же мы как бы поможем и там кому-нибудь ее хорошее место и порекомендуем там без проблем в общем короче несколько там обменов я вопрос туда в ответ сюда и так я поспрашивал скайпе поговорили ну видно наш человек слушайте это она еще и фанатка нашего канала особенно мама вот мама это просто феноменальная женщина очень позитивная вот она вот ни одного видео не пропускает в общем знает все наши подноготные вот и короче я говорю учебу преподавать будем а видно что может видно вот найти как преподавателя и скажем так педагогический талант его видно когда с чеком разговариваешь и очень хорошо видно даже если человек никогда не преподавал то есть такие которые преподавали и там уже как бы есть такой налет опыта педагогического это тоже видно ну вот а в общем так слово за слово и понеслось вот и будет у нас теперь стажер лера она же валерия которая работала в такой организации как тинькофф банк и мы когда это все обговаривали я говорю послушай это уважаемая организация и и люди там наверно хорошие все и как-то надо надо ну объяснить там и как-то очень сколько нужно искал только сколько нужно в банке отработать столько я тебя буду ждать без вопросов в общем решать как бы так чтобы они теаль продолжали любить так же как сейчас вот и в общем она с ними очень хорошо там рассталась и я очень доволен я не люблю когда хорошие отношения портятся это ужасно вот и в ночь с четверга на пятницу по нашему времени у вас уже будет там утречка там часов 10 в час 30 ночи приезжает прилетает самолет мы уже там присмотрели на первое время жилье дальше видно будет я думаю что скорее всего ближайшие пару-тройку дней там найдется какое-то место поближе школа что пешочком пару минут ходить мы поглядим вот а пока что у нас есть куда куда девочку поселить вот пусть акклиматизирует и за два-три дня может быть за недельку мы найдем день что-то такое совсем поближе тут чтобы пешочком ходить вот такое интересное событие в жизни нашего коллектива а мы же еще до начали вот новую пару супружескую они начали работать у нас так можно сказать я извиняюсь я все время пытаюсь некоторые слова мне только то структурно по-английски какая-то фраза начинает идти то вдруг мужской женским родной те так открыл рот и вроде пошло и чувствуется нужно женского рода а слова идет мужским знаете из английского там еще откуда ты вот так что если вы увидите где-то задумался это вот оно да если это будет вот мы стартанули вот эту пару сегодня они уже были первый такой полноценный рабочий день на то есть они вчера появились но вот сегодня уже все было по-настоящему уже там тренинг идет обсуждаются задачи и они тепленькие как приехали фактически но точнее они были в техасе какое-то время но так чтобы вот уже по-настоящему работать так это у них фактически первый раз то есть там до этого были какие-то подработки но тут уже посерьезно вот а лена которая у нас вот офис менеджер она выполняла похожую работу в минске поэтому как бы мы очень рады что человек как бы с опытом с пониманием не надо объяснять она сразу раз и у нее не вопрос зачем а вопрос как это так это так это так вот понеслось тут мы все очень довольны потому что наш наш нынешний офис менеджер она сказала ребята крайний срок я с вами до середины июня а потом каникулы дети надо уезжать туда уезжать сюда и в общем все я уже точно не смогу поэтому мы очень рады что все-таки человек нашелся у нас хотя бы есть две недели там потренироваться и как плавненько передать из рук в руки потому что ну сами понимаете когда звонишь в офис ты хочешь чтобы тебе ответили они чтобы там трубка там переходила из трех рук по трем рукам ходила пока кто-то ответит что-то дельно в общем я надеюсь что будет такая плавная передача дел вот собственно и все это на самом деле как бы наполняет не некоторым содержанием там последние дни потому что мы звоним там выясняем а подушка там простыня у тебя с собой есть хорошо значит там на то место куда она едет значит там кровати нет значит мы договорились там приобретается надувной матрас на первое время начну так всякие такие хозяйственные заботы вот так что а все спрашивают сотрудника какая девочка хорошая девочка некоторые с ней беседовали там интервью проводили бы хорошая английский хороший вот ребята как важно как важно чтобы у человека был английский хороший вот даже если он работает в москве там в тинькофф bank да и банк банк и значит вроде бы не связан с иностранными языками а вот неплохо у нас валерия любит путешествовать она такая путешественница объездила всю европу и наверное другие страны давайте от солнышка отвернул вот поэтому у нее английский хороший скоро ей 25 лет будет но это завтра это мы со светланой поедем будем снимать вы все увидите такие вот такие вот дела то есть у нее так на полгодика будет такой ну можно назвать испытательным сроком я не знаю вот а дальше там в принципе полгода это не не ограничение по времени которое нам кто-то сверху навязал такого нет вот дальше видно будет я понимаю что на самом деле ей нужно тоже какую-то тренировочку получить потому что ты не можешь с первого дня войти в классную комнату и начать там что-то докладывать даже если тебе кто-то из преподавателей даст свои там слайды и ты по ним ты не сможешь по ним поэтому мы думаем что она пару месяцев тут нас интенсивно получится подготовит уроки начнет какие-то проекты со студентами делать у нас есть всегда сколько-то проектов которые кто-то из преподавателей должен вести и проекты все время меняются так что такая вот история я очень доволен может быть даже у меня и на лице это написано хотя и устал вот и мы мы редко со светлана ездим кого-то встречать но в данном случае мы поедем вдвоем вот и мама валерий нас смотрит я уверен вот мы ей передадим привет а мы может быть с ней потом запишем еще интервью в скайпе если мама такая отважная вот мы с ней интервью в скайпе запишем и вот девочка у нас присмотрено будет мы так люди взрослые ответственные как-то раз у меня была практикантка одна из южной африки это было лет боюсь соврать 6 7 назад у нас их было сразу две по work and travel значит одна была из чили а другая из южной африки и они там заказ закончили университет я не помню там бакалавра мастера ночью хотели на стажировку вот я к себе привез так который из чили должна была на испанский язык переводить наш веб-сайт ну и еще кое-что у меня были тогда мысли по поводу латиноамериканских дел а та девочка что из южной африки из кейптауна она или из йоханнесбурга сейчас не помню в общем она должна была маркетингом у нас заниматься у нее образование по маркетингу и она должна была там делать всякие вещи и вот у нас была такая веселуха а а девочка то что из южной африки значит ее папа значит хотел меня видеть тоже вот в скайпе мы с этим тоже ей года вот так 23 было 24 вот ее папа со мной разговаривал значит по ходу разговора выяснилось что они корнями польские евреи сбежавшие от гитлера и вот осевшие в южной африке вот и а так не скажешь ну и я его добил словами что послушайте я я же еврейский дедушка вышли что вы себе думаете мы за ребенком не можем присмотреть вот и он в этот момент понял что в общем ребенок едет к нам она правда ехала на год а через полгода и тут стало скучно в америке она вернулась свой кейптаун он же ехан и сборка чем куда-то там такие вот пироги так что друзья у нас есть опыт по внедрению молодежи в нас в наш трудовой коллектив вот а теперь будет через москвы все же что нам только из через южной африки что ли вот у нас теперь свои будут такая вот история хорошо ребят счастливо давайте я солнышко как бы нету нам в глаза вот откуда ты тень тут взялась в общем давайте я с вами тогда попрощаюсь чтоб не говорили что я только дорогу показываю или наоборот я конечно подустал немножко но по всяком случае от съемок мы отошли вот эти те два дня что мы в съемках были я просто падал и потом вот несколько дней просто падал а вчера еще возвращаясь к съемкам вот девушка лиза которая была в таком ведущая она была в таком платье можно сказать вольнодумным таком вот тут я пошел посмотреть новости а мне теперь в ютюбе фильм подбрасывает с канала арте вяй и она каждый день новости читает и вот они там ютюбе вывешиваются и я я понял почему мне ребята говорят что я лизу открыл в новом свете пошла такая серьезно и в очках и так она знаете новости такие читает серьезное я понял что совершенно вот как бы две разных лизы вот так что я друзья показал вам лизу веселую жизнерадостную такую актрису настоящую вот а там она уже серьезно ведущие вот наверное и все наши дела да вот так так вроде ничего у нас и каникулы скоро ну то есть сейчас вот июнь и вокруг 4 июля у нас там каникулы еще месячишкой мы недельку будем всегда приходить что неплохо что неплохо все друзья я сворачиваю на свою улицу где имею честь проживать среди вязов улица вязов тут одни вязы вот и вам шлю отсюда привет а а Субтитры подогнал «Симон»